Добрый день, с вами Михаил Тамойкин Это видео, в общем-то, было не запрограммировано, но поскольку я анализирую то, что происходит в мире и в России, в частности, и в других странах то меня возмутил один небольшой сюжет Он, вообще, этот сюжет будет про наркотики То есть про то, каким образом происходит в мире наркооборот И я высказываю свою точку зрения, на мой взгляд, как индикатор того, той несправедливости, которая происходит в России И мне, в общем-то, хочется поделиться с вами тем смехом, тем сарказмом Потому что это индикатор жизни общества россиян, ну, наверное, и таких же стран, других СНГ Итак, я про себя скажу Я никогда в жизни не употреблял наркотики Ну, с исключением тех случаев, когда они в них там вводили Аппендицит вырезали или другие операции Вот осознанно там не нюхать, не курить Тем более там вкалываться Я никогда не употреблял Я отношусь к этому негативно Более того, я отношусь негативно даже к элементам питания Ну, поскольку я питаюсь один раз в день Занимаю здоровый образ жизни, мне 56 лет Вот, тем более подавно ко всем шлакам, ко всем ингибиторам здоровой клетки, здорового организма я отношусь отрицательно Но, тем не менее, один сюжет меня очень сильно удивил Вот, этот сюжет связан с тем, что, посмотрев программу «Время», там, по-моему, пару недель назад Вот, я обнаружил, в общем-то, как пенсионеров в моем родном Нижнем Новгороде Которые там на огороде эти участковые обнаружили там, по-моему, 20 или сколько-то этих головок мака Вот, ну, может быть, похуже, чем вот этот, который есть Значит, они обнаружили и возбудили уголовное дело И там мы даже показали по Первому каналу Там не на каком-то там желтой прессе, там в районной газетке А показали по Первому каналу, что я, находясь в Европе И проживая, в общем-то, в развитой стране Я посмотрел сюжет, я удивился И мне показалось, что это тоже индикатор того, как живет россиянское общество Так вот, поскольку я очень много путешествую Путешествую в разные страны, по разным континентам То я могу порассказать немножко один сюжет, который я так получилось, что я его каким-то образом записал И вот сейчас я хочу продемонстрировать вам видео, которое я посмотрел в первой программе Вот сейчас я его включу Деревенских бабушек и дедушек превратили в наркоторговцев силы правопорядка в Гагинском районе Просто выбьющая история произошла в глухой деревеньке, почти заброшенной, где живет лишь несколько пенсионеров И вот у них-то полиция и нашла на огородах несколько кустов мака Бабушек и дедушек всю жизнь живущих, что называется, отцахи Тут же обвинили в незаконной культивации и возбудили уголовное дело Бабушки, как и положено деревенским бабушкам, плачут от бессилия Все дедушки пытаются восстановить справедливость Эти шесть несчастных, говорю, шесть несчастных пусточек, которые я их не сажал, не сажал, не сеял Так они мне пишут в этом, в деле сейчас в уголовном, что у меня незаконные культивации Незаконные, значит, я как будто ходил я за ними, плевал Я занимался вот на том месте обрезкой лука, вот лук я обрезал Открывается дверь, заходят трое сотрудников милиции По какому вопросу? Ко мне пожаловали Итак, что я хотел сказать Значит, я закрою комп, скажу так, что я посетил очень много стран Евросоюза Ну, в частности, вот сейчас я вам покажу случайную фотографию, когда я там на велосипеде Я приезжаю в страну, беру велосипед, либо приезжаю с велосипедом И страну на велосипеде объезжаю, в общем-то, как правило, с друзьями или там с членами семьи Потому что так я познаю, в общем-то, непосредственно жизнь этой страны, я ее чувствую И вот у меня оказалась в архиве фотография в Швейцарии Я не помню уже в каком городе, то ли это там Женева, то ли Цурих, то ли Берн, то ли Базель Где я сфотографировался в цветочном магазине, в простом цветочном магазине, где покупают букеты Я не помню, в чем мы туда ходили С букетом маковых головок, примерно вот таких Итак, посмотрите это фото Итак, вот я нахожусь уже в стране, скажу так, не буду называть, но она недалеко от Англии Вот, это страна тоже цивильная, примерно такая же, как Швейцария, Испания, Норвегия и так далее Я специально пошел в магазин посмотреть, а есть ли в моей стране, где я живу Вот, подчеркну, считай, что это Англия, Шотландия, Ирландия и так далее И я спокойно увидел вот такую же охапку живых маковых головок То есть, я могу спокойно пойти и купить вот такую маковую, свежую головушку Сейчас я вам ее надрежу, тут пойдет этот, как его, сок Я, по-моему, наркоманы собирают вот этот вот сок, а не эти зерна маковые Вот, она свежая, она реальная То есть, вот, чтобы вам было понятно, я ее режу вот так вот Вот, то есть, это не пластик, там, не какой-то реальный мак Вот он, пожалуйста, вот он, вот, живая там, с клеренхема, паренхема и так далее Вот сейчас я вам ее порежу, реально, вот, пожалуйста Я его режу, показываю, что это не пластик То есть, тут живой мак Вот, его даже, наверное, можно... Ну да, живой мак Вот, пожалуйста, смотрите То есть, я чему хочу сказать Что в Европе, в цивильных странах Не говоря, там, о каких-то, там, других извращениях Вы можете совершенно спокойно пойти Купить, там, 20, 30, 100 маковых головок в цивильном обществе И, там, не знаете, что-то им сделать Надрезать и так далее, там, потом обколоться, там, и так далее Но, почему-то страдают от этого россияне пенсионеры Это вообще даже, вот, я не знаю, какого участкового, там, молодого человека, русского Повернулись вообще мозги Выполнить, там, столь ревностно приказ Чтобы нечастных пенсионеров, там, за вот этот выращенный мак Тем более, там, показано в сюжете, в общем-то, эти уже высохшие Эти самые, вот это свежий, нормальный мак То есть, если мы видим пример, когда, там, любовницу Сердюкова, там, Васильеву Она искусственно отбывает срок Ее, там, виноватят в каких-то, там, не знаю, для россиян, может, это понятно Миллиардах хищений И она 8 месяцев отбывает, якобы, там, быстро-быстро задним числом в колонии и выпускает А пенсионеров, которые, наверное, ну, знаешь, что такое наркотик, там Если мак употребляют, то в качестве какой-то, наверное, национальной, там, приправы и так далее Их виноватят и делают их наркодилерами Это общество долго не проживет Я не агитирую, там, за то, что нужно выращивать с точки зрения наркотиков Но поскольку в целом ряде стран Там, в Литве это шанталапис, насколько я помню Это национальный пирог, который делается на основе маковых зерн Очень вкусный, с медом В Австрии это какой-то штрудель специальный В России, ну, наверное, в силу, там, христианства, еще чего-то там Утеряно огромное количество рецептов, которые делают на основе мака Если человек наркоман, вы его ничем не остановите Если человек дебилой, то, конечно, он не только там мак насчет Ну, что там клей-момент нюхать или там, я не знаю, соскабливать Что-то там с каких-то подшипников, какое-то масло, его там синтетику делать Я за здоровое отношение, как в рамках закона К людям, русским, русичам, населению России Без фанатизма дебильного со стороны правоохранителей И я хочу продемонстрировать, что в цивильном обществе выращивание мака и покупка его Это является нормой Точно так же, как клей-момент вы можете купить, наверное, пока в любом хозяйственном магазине Это я просто хотел бы сказать, что вот недавно мы выставили ролик про оружие Огнестрельное оружие О том, что в России его напрочь запрещают В странах СНГ его запрещают, власть боится То, чтобы население было То же самое, наверное, вот такой вот гиперфанатизм со стороны правоохранителей В отношении старинной, русской, славянской, европейской традиционной кухни Это выращивание семян мака Наркомана никак не остановишь Наркоман – это явление, которое обусловлено отрыжкой политической системы Политического менталитета Отсутствие традиций Отсутствие культуры И так далее Вот больше ничего наркомания из себя не представляет Наркомания – это явление, которое, например, 80% жителей Афганистана выращивают Вот этот опийный мак, который они направляют в страны Евросоюза, Америки Сами они очень многие не употребляют Ну, я так думаю, процентов, наверное, 90% Есть, конечно, и среди них какие-то изгои Но, как правило, они не употребляют Поэтому я не вижу никаких проблем с точки зрения выращивания мака для населения Особенно, если это не плантации опийные, которые от горизонта и не видно А уж этот случай – это индикатор провальной политики действующей власти Я вижу, что это тот аспект, как ученый Что власть не должна никогда допускать Никакой там не Первый канал, никакой там не районная газета Должны были вообще очень деликатно подойти, в лучшем случае, по жюри и сказать Вы что там, зачем вы выращиваете? Узнать причину, посмотреть, там, кровь взять у этих пенсионеров Или там посмотреть за ними, там, я не знаю, как это делается, слежку там в бинокль Продают ли они, как наркодилера Ну уж показывать это на Первом канале – это позор на сегодняшний день И это прокол Единой России, или как это, партия Единой России, как это, Педросы Ну, правильно сказать, да, партия Единой России Поэтому в данном случае я считаю, что для нашего населения, для русичей, для русских Вот такие сюжеты являются, в общем-то, индикатором того, каким образом власть показана несостоятельной Неужели других проблем нету, только показывать, как пенсионеров делать наркодилерам? Всего доброго, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok